В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Самаре взят под стражу бывший сотрудник сам ГТУ Ричард Филипп Бочиус. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Напомним, гражданина Великобритании задержали 24 августа в съемной квартире на улице Лукачева в Самаре, где, по данным следствия, в кармане его одежды было найдено более 30 граммов гашиша. Обо всем подробнее в нашем сюжете. По данным следствия, впервые в поле зрения полиции гражданин Великобритании попал около двух недель назад. На одной из улиц Самары его автомобиль был остановлен. В нем находились сам Бочиус и его спутница Елена Станкевич. При обыске автомобиля был найден наркотик весом около 4 граммов, за что Бочиуса и Станкевич оштрафовали. Спустя несколько дней полицейские наведались в съемную квартиру Бочиуса, где, по данным следствия, в кармане его одежды было обнаружено еще более 30 граммов гашиша. Сам Бочиус это отрицает. По его словам, во время обыска квартиры полицейские превысили полномочия. «За эти несколько дней, пока я в заперти, мой адвокат нашел в деле ложь и фальсификацию в действиях полиции. И поэтому я не совсем понимаю, как расследование может идти дальше». По данным следствия, ранее к уголовной ответственности иностранец не привлекался. Как говорит он сам, наркоманом не является, а просто иногда употреблял гашиш, чтобы расслабиться. Сам Бочиус женат и имеет 7-месячную дочь. Сказать что-либо в защиту подозреваемого родственники не смогли. «Мы отказываемся от каких-либо комментариев. Я вам все сказала, господа, пожалуйста, удалитесь. Мы не будем отвечать на какие-либо вопросы». Суду предстоит выяснить все подробности дела. А пока на время следствия подозреваемому придется провести в СИЗО два месяца. «Основания были вески для того, чтобы избрать в отношении Бочиуса меры пресечения в виде заключения под стражу. То Бочиус может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия суда». Если вина Бочиуса будет доказана, за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Крайне удивлены были сотрудники подрядной организации, которые меняют теплотрассу на улице Аменева. Рано утром они обнаружили в яме на проезжей части легковушку. По словам очевидцев, машина такси угодила туда ночью. В фирме, где работает водитель, заявили, он не заметил предупреждающих знаков, потому что они якобы были разбросаны по проезжей части. Из ямы машину вытащили силами подрядной организации серьезных повреждений, водитель не получил. Очевидцы говорят, сразу после ДТП он покинул место происшествия и вернулся туда уже спустя какое-то время. Инспекторов ГИБДД мужчина не вызывал и не предъявлял никаких претензий к подрядной организации. Невнимательность и спешка стали причинами ДТП в Самаре. Авария произошла около 9 утра на Московском шоссе. Момент ДТП был запечатлен на видеорегистратор. На записи видно, как белая иномарка пытается повернуть налево. Ее водитель, 49-летняя женщина, не замечает, что навстречу движется вазовская лада. Столкновения избежать не удается. От сильного удара отечественный автомобиль выносит на газон. По данным очевидцев, в ДТП пострадал 23-летний водитель легковушки. По факту ДТП проводится проверка. Еще одно ДТП в Самаре, которое также не обошлось без пострадавших. Около 10 вечера на пересечении проспекта Керва и Карла Маркса столкнулись сразу три автомобиля. По данным инспекторов ДПС, водитель вазовской Калины не заметил впереди стоящую иномарку, которая поворачивала налево. Произошло столкновение. От удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она врезалась в ВАЗовскую девятку. В результате ДТП пострадали три человека. Предполагаемый виновник аварии от прохождения медосвидетельствования отказался. А в ДТП, что произошло на Красноглинском шоссе, чудом обошлось без пострадавших. Момент аварии был запечатлен на видеорегистратор. На записи видно, как по дороге движется грузовик. В какой-то момент на пешеходном переходе появляется человек. Водитель большегруза замечает его в последний момент и резко нажимает на тормоз и выворачивает руль влево. На скользкой дороге фуру заносит, и она вылетает на встречную полосу, цепляя встречную машину. По словам очевидцев, пострадавших нет. Нарушают водители, страдают пешеходы. В Самаре инспекторы ДПС выявляли и штрафовали нарушителей, которые объезжали пробки по дворам. Подробности в нашем сюжете. Улица Аменева в Самаре. Перед въездом в жилой сектор установлен знак, запрещающий сквозное движение в жилой зоне. Несмотря на это, многие водители предпочитают его не замечать. Сворачивая снова вокзальный, объезжают затор по дворам. Поток идет, он постоянный поток. Никто здесь ничего. Здесь больше никак не попадешь в эти дворы. Через Московский человек там все стоит. Это часа два-три с работы добираться, стоять здесь. С просьбами навести порядок и пресечь нарушения в госавтоинспекцию обратились местные жители. По их словам, автомобильный поток здесь не прекращается, особенно в час пик. По дворам действительно ездит очень много машин. И, конечно, хотелось бы, чтобы это все было, ну, скажем так, по правилам. Да, если запрещен сквозный проезд, то чтобы соблюдали. Ну, или как минимум, хотя бы на самой-самой минимальной скорости проезжали водители и очень внимательно смотрели вообще на все происходящее. Потому что ребенок может выбежать из любого угла, из-за любой машины. Экономия времени, говорят жители и инспекторы ДПС, может привести к трагедии. Чтобы этого не случилось, автолюбителям еще раз напоминают о правилах дорожного движения. Проводим профилактическую работу, разъясняем водителям. Многие уже знают, многие уже с нами сталкивались здесь не раз. Укровить патрульную машину уже половина старается этого не делать. Чтобы закрепить пройденный материал, на нарушителей составляют административный протокол. Штраф полторы тысячи рублей. Подобные рейды госавтоинспекторы будут проводить и дальше, чтобы пешеходное движение во дворах стало безопаснее. Более ста полицейских сводного зонального отряда, в которые входят сотрудники семи территориальных подразделений органов внутренних дел, приняли участие в тактико-специальных занятиях, которые проходили в Сергиевске. Основной целью учений стала отработка слаженных и грамотных действий полицейских при массовых беспорядках. Весь личный состав был поделен на функциональные группы – оцепление, конвоирование, патрулирование, группы резерва, ведение переговоров и связи. В итоге условных бунтовщиков задержали, скрутили и погрузили в спецтранспорт. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok